Вена своего рода мека для всех любителей оперы. Сюда стекаются любители музыки со всего мира. Здесь живут и работают музыканты, которые достигают вершин карьеры, учатся у лучших и делят сцены с самыми именитыми артистами со всего мира. Немногим известно, но наша страна тоже делает немалый вклад в развитие культурного наследия Европы. Венская опера пела Мария Чеботари, известный во всем мире бессарабский соловей, как ее называют. Также здесь на протяжении десятилетий работают знаменитые музыканты, которые приехали сюда из Молдовы. И сегодня мы познакомим вас с Александрой Тырсу, скрипачкой, которая приехала в столицу Австрии на учебу и осталась в Вене, городе, который день ото дня вдохновляет ее на творчество. История Французcas Представляем вам Александру Тырсу, по праву известную во всем мире, одной из самых талантливых скрипачек среди музыкантов ее возраста. Александра приехала из Молдовы и на больших сценах играет на скрипке, созданной Антонио Страдиварией, датированной 1717 годом. Инструмент Александре предоставил фонд общества Страдивари в Чикаго. Сегодня очень жарко, поэтому я не смогла взять ее с собой, но я сыграю на скрипке копии Гварнери. Я использую этот инструмент, когда играю концерты на открытом воздухе. Александра Тырсу — выпускница одного из самых признанных в мире музыкальных институтов. Девушка окончила Венский университет музыки. После окончания учебы Александра решила остаться в Вене. Говорит, что австрийская столица — настоящий дом музыки, где буквально на каждом шагу можно найти вдохновение к созданию искусства. Вена — город музыки. Здесь очень много прекрасных, знаменитых и очень важных концертных залов. Сейчас мы рядом с концерт-хаусом, где я выступала несколько раз. Уровень музыки здесь очень высокий, особенно когда речь идет о классической музыке. Если вы пойдете вечером на концерт, в любом концертном зале будут выступать настоящие звезды. Это получает и внушительную поддержку от государства. Выделяется очень много средств на искусство, на различные проекты и на культуру. Это город с богатой историей, и легко понять, что гораздо проще создавать музыку там, где тебя все вдохновляет. Идешь по одной улице — здесь жил Бетховен. Идешь по другой — там жил Моцарт. Сегодня Александра срывает аплодисменты, выступая на всех известнейших сценах мира. Ее музыка звучит в Гамбурге, Берлине, Бухаресте, Сеуле, Шанхае и Пекине. Тем не менее, девушка всегда возвращается в Вену. Гамбурге, Берлине, 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 Берлине. Субтитры создавал DimaTorzok Михаила Мокану, которая совсем недавно завершила свою миссию в Австрии, где возглавляла дипломатический корпус нашей страны, с гордостью рассказала нам о том, что молдавские артисты делают огромный вклад в продвижение имиджа нашей страны, выступая во всем мире и заявляя о том, что они родом из Молдовы. Наша гордость Александра Тырсу, Мария Буня, Мариус Малинецкий, Марчелл Лазар и еще многие имена, которые я не смогу назвать, потому что нам просто не хватит времени. Они, как я понимаю, сегодня дают концерты в Республике Молдова, и они все вносят существенный вклад в продвижение имиджа Австрии, а также представляют Республику Молдова как страну, заботящуюся о сохранении ее ценностей. Республика Молдова, как я уже говорила, не только получатель выгод от Европейского Союза. Наши артисты, наши художники демонстрируют, что Молдова обладает ценностями, которые могут способствовать обогащению европейского культурного разнообразия. Однако никто до этого момента не достиг высот Марии Чеботарь, обладательница невероятного сопрано, родившаяся в Кишиневе в начале 20 века, в свое время не имела равных и до конца жизни работала в Венской опере. Мы часто были в состоянии, я бы не сказала полемики, но это было своего рода соревнование между нами, молдаванами и австрийцами, кому больше принадлежит Мария Чеботарь. В конце концов, мы пришли к пониманию, что она наша. Мария Чеботарь – звезда культуры, которую мы, оба государства, относим к себе. По официальным данным, в Австрии проживают всего тысяча молдаван, однако многие прибыли туда по румынским документам, поэтому в посольстве Молдовы считают, что неофициально в стране могут находиться еще около 4-5 тысяч человек. Многие из них работают в международных организациях.